Друзья, приветствую вас в программе «Влияние» телеканал «Импакт». И это особое время снова приходить в ваш дом с благословением от нашего Господа Иисуса Христа, который наблюдает за всем, который контролирует все ситуации, все сферы нашей жизни, если, естественно, мы подчиняем их Господу, и Господь тогда руководит всей нашей жизнью. Друзья, благословляю вас, присоединяйтесь к прямому эфиру сегодня телеканала «Импакт». Как и обычно, хочется служить вам благословением в программе «Влияние». Сегодня я, Александр Тюкаев, со мной гость есть, с которым мы будем сегодня в ваших домах, к которому мы будем нести благословения в ваши дома. Друзья, приглашайте ваших родных, близких, друзей, скажите, что телеканал «Импакт». И в программе «Влияние» сегодня Александр Тюкаев, а также Владимир Чернеогла. Владимир, приветствую тебя. Приветствую, Алекс. Владимир – это человек, который является одним из служителей города Спакен. И Владимир несет немаленькое служение, тоже миссионер, посвященный Господу. Человек, который любит Господа, который наполнен жаждой спасать, благословлять людей, нести добрую весть в жизни людей, погибающих, не знающих Господа. Это «Маяк спасения», миссия «Маяк спасения». Владимир, приветствую тебя. Приветствую вас, Александр, также все друзья. Слава Господу за это время, которое имеем. Как жизнь была у нас, Владимир? Слава Господу. Господь жив. Господь жив. Я знаю, что ты у нас парень очень такой шустрый. Вот. И пытаешься успеть все. И для Господа, и для семьи, и для церкви, и в бизнесе, и во всем. Удается, Владимир? Да, слава Богу, Господь дал. Господь дает свое благословение, дает мудрость, устройство. И когда он видит, что Господь ведет, то понимает, что это возможно, можно делать. Так что слава Богу за это. Да, скромно, скромно так вот он рассказал. Я с Владимиром знаком уже какое-то определенное время. Вот, Владимир молодец. Знаете, есть особый род людей, которые, они на волне, скажем так. Если он в духовной части, он на волне. Если он в бизнесе, он на волне. То есть, когда человек посвящает свою жизнь Господу, Господь дает мудрость. Господь дает понимание, разумение, балансировать, балансировать жизнь. От Господа устройство. Да, да, да. Баланс держать. Кстати, баланс держать. Я знаю, что ты у нас человек бизнеса. Баланс держать получается? Служение миссии, в миссии трудиться, плюс семья. Я знаю, у тебя трое деток. Четверо. Четверо уже деток. Бизнес, церковь, семья, проповедь, проповедник еще. То есть, все получается балансировать? Знаешь, пришлось очень многое просто Господу отдать. Просто очень многое Господу это посвятить. Особенно бизнес. Я знаю, что друзья, кто со мной работают, они знают. Было время, чтобы я сказал, Господь, если усматриваешь, что бизнес дальше работал, то благослови так, чтобы был рука твоя. И Господь дал. Служение благословляет. Все служения на Украине, в Молдавии, также в Вьетнам, в Корее. Также в Америке трудятся с молодежью. И хочется, чтобы церковь Божья, она устроялась и спасались народы. Да, однозначно. Друзья, мы сегодня поговорим немножко о Корее. Мы с Юрием начали эту тему, немножко говорили о устройстве в Корее. Непосредственно город Бусан, куда нас пригласили, Владимир. Там огромнейшая церковь, пастор церкви Джон Пилдо. Джон Пилдо пригласил непосредственно нас в телеканал «Импакт». Владимир был также с нами в команде. Мы на самом деле были благословлены присутствием там. Они очень серьезно послужили нам. Открыли нам просто свое сердце. Открыли себя полностью для того, чтобы показать вот это гостеприимство. Владимир, по-настоящему гостеприимство. Это, мне кажется, вот это евангельское было гостеприимство. Как, на твой взгляд, это было? Ну, по-моему, это было очень чудесно. По-моему, это было сверх наших любых ожиданий. И почувствовал я, как попал в свою семью, которая живет в Корее. Я чувствую вас в Божьем присутствии. Такое, знаете, особое посвящение служению. Будь то служителя, будь то просто семьи, будь то церковь. Я просто восхищен. Восхищен народом Божиим в Корее. И всем рассказываю, что есть очень много, чем нам подобать. И в чем расти. Церковь, в которой мы были пастором, пастор Джон Пилдо, является пастором членов церкви. Всех церковь насчитывает 120 тысяч долларов. 120 тысяч членов церкви, плюс активных, это активных только людей, 60 тысяч активных. Вот именно об этом я и говорю всем. 60 тысяч активных ходатай, в которые ходят, живут Господом. Знаете, таким действованием очень серьезной Господней в той стране. Я просто восхищен. И хочется чем-то попасть в такую же, знаете, волну. Да. В корейскую среду. Да, смотри, в чем заключается посвящение этих людей, то есть активность этих людей? Это люди, молитвенники, это любят молиться, это которые приходят постоянно на молитву. Это первое. Да, это первое. Это люди, которые жертвуют свои финансы, это люди, которые посещают дома, трудятся. То есть там целый ряд. Это активные члены церкви. Я представляю, 60 тысяч активных людей, которые не сидят, сложа руки, а трудятся для славы Господа. Да. Это не что иное, как, знаете, смотришь, когда в церкви был один гость в Спокине, он сказал, сколько у вас здесь христиан? Ну, человек 300. Он сказал, вот в день Господень, там были собраны в Иерусалиме 120, но они этот город, знаете, возмутили город своим присутствием, духовным благословением. А вот, знаете, я думал, как это возможно? А в Корее я это увидел воочию. Когда приехал пастор в город, где были, это был сегодняшний Лас-Вегас, и две семьи молились и стояли перед Господом. И вот через две семьи Господь пробудил 60 тысяч активных человек, которые любят Господа. И это движение, друзья, это не просто, друзья, это просто особое Божие, когда Господь на первом месте, мы это видим. Слава Богу. Смотри, Владимир, там говорят кто-то, кому не расскажешь эту историю, все говорят, ну, это корейский феномен. Ну, феномен такой корейский, знаешь, это вот они особая, особая культура, особое у них там какое-то вот это вот почтение там. Я говорю, это неправда. И я говорю, что это ложь. Почему? Потому что мы этим самым оправдываем. Есть какие-то элементы, да, культуры там. Мы оправдываем свое бессилие, свою лень, мы оправдываем себя в том, что мы не хотим где-то посвятить свою жизнь, где-то встать, может быть, пораньше, и обязательно, может быть, в пять часов, как они, вставать и идти там молиться. Слушай, выдели для Господа время, ну, посвященно, целенаправленно посвятить свою жизнь Господу. Именно об этом хочу я сказать, Александр. То, что я заметил, что эти люди, они до глубины понимают Слово Божие, когда говорится о жертве первородной. Они самое свое дорогое время посвящают Господу, когда они находятся в Гожьем присутствии и ищут Господа. И это видно, где бы мы ни были с вами, где бы мы ни посвящали. Везде выявлена рука Божья, действование Господней, и просто понимая, что это как будто попало Слово Божие, в исполнение Слова Божьего. Да, в деянии. В деянии попало. В деянии. Да, на самом деле, это впечатляющая картина. Помните, что приезжаем в 10 часов утра, то есть в 10 часов вечера, с аэропорта, полная церковь, 7 или там 6 тысяч, или 7 тысяч. Народу сидит полностью, наполняет этот зал, пастор проповедует. Мы такие зашли, думали, ну там, нас специально завезли, показать, что на самом деле народ молится. На самом деле народ ищет Господа. Аминь. А меня очень сильно тронула вот эта вечерняя ночная молитва. А также, когда мы, друзья, попали к ним в церковь в 5 утра, пригласили на утреннюю молитву в 5 утра, зашли в здание, а там около 40 человек. Из них многие дети и школьники уже со своими сумками, бэкпэками, после служения пойти в школу. Но как они Господа искали, эти дети стояли возле сцены, возле кафедры и ждали, что пастор скажет записать себе. Да, конспективно. Друзья, это в 5 утра? Как вы думаете, какой был бы ваш день начать такой день с 5 утра с посвящения Господу? Да, да, да. Потрясающе. Да, потрясающе. Я так подумал, думаю, смотри, не зря, наверное, не выбрали или умышленно выбрали это время, 5 часов утра. Да, умышленно выбрали, потому что, смотри, звонков нету, никто не звонит, бизнес еще не начался, да? Люди пришли, посвятили свою жизнь Господу, помолились, поискали Господа. А потом с наполненным сердцем, и здесь и мозгами, присутствие Господне, пошли исполнять свою работу, да? Да. И, естественно, потом мы видим результат страны, мы видели экономический рост какой страны. Я скажу так, друзья. В 1970 году, 1970, это была предпоследняя страна по бедности мира. Уступала только Зимбабве. Сейчас она 12-я страна мира по объему экономики, больше, чем Россия. Как это было возможно? Они говорят, это мы вымолили на наших коленях. Это Господь нам дал ответ на наши молитвы. Друзья, это мы-то очень явно видели. Это переживали мы сами, друзья. И хочу сказать вам, что кто-то из вас, который... Я вот попробовал два дня, вот утром вставать рано, и начал мой день с того, что сказал Господь, чем хочешь, чтобы я тебе сегодня угодил? По примеру этого пастора, он приметил свой, да? Друзья, чудесно, неповторимый день Божьего благословения и присутствия Духа Святого. Желаю, чтобы каждый попробовал. Очень интересная мысль, Господь. Ты просыпаешься утром, не просто ты наполнен мыслями, так, что я должен делать, так, звонки, там, достаешь телефон, смотришь, какой у тебя скейджел, какое у тебя расписание, куда надо бежать, что нужно делать. Нет, встает человек, я тоже практиковал, Господь, что повелишь мне делать? Что повелишь, Господь, мне делать? А Господь мне скажет, слушай, сегодня, вот, притормози, да, притормози и зайти вот в этот дом. Остановись вот в этом месте. Может быть, встретишь человека, пригласи его, побеседуй с ним. А может быть, Господь просто скажет, знаешь что, возьми своего сына сегодня. Возьми его где-нибудь, сядь в столовой какой-нибудь или в ресторане. Побеседуй с ним от души. Может быть, на самом деле, ребенок твой уже где-то колеблется, да? Ему нужно твое отцовское внимание. Александр, именно я об этом в церкви очень много говорю. Именно я могу сказать, что мы, славяне, должны понять, что это страна, это страна, где дается очень большое внимание каждому индивидуалу. И если все дадут внимание сыну или дочери вашей, кроме вас, дорогие отцы и матера, то не удивляйтесь, что позже придется их возвращать. То есть, это время, Алекс очень такую мысль затронул мою, от которой в моем сердце болит, что посвящение время своей семье, и да будет Божье устройство. Да, мы говорим, друзья, о том, что Господь делает в стране Кореи, Южная Корея. И мы восхищаемся, то есть, Володь, мы восхищаемся тем, что Господь делает. Да, это там, но мы сегодня с тобой говорили о том, что можно поговорить о миссии, да, о миссионерских делах, о том, что мы можем делать сегодня. Вот. Вопрос смотри какой. Я, знаешь, Господь говорит, начинайте с Иерусалима, а потом уже дальше идите ученикам. Начиная с Иерусалима и до окрестностей. И, знаешь, я вчера имел удивительный экспириенс в своей семье. Удивительный просто. Мой сын, один из сыновей моих, он, как многие сегодня в этой стране ребята, где-то чувствовал, что он... Дай мне правильно это слово подобрать. Ну, скажем так, оступился, да? Он чувствует, что он начал отдаляться от Господа, и там некоторые моменты произошли в его жизни. И он крещённый Духом Святым, он знает Господа. Слава Богу. И он, скажем так, не то что оступился, а сделал некоторые ошибки в своей жизни. И он это глубоко понимал. И Дух Святой говорил в его сердце. Но он это скрывал. Он просто скрывал некоторые моменты. Из-за страха, может быть. Да, из-за страха. Вот именно я сейчас к этому иду. Он думал, что отец неправильно воспринят информацию, воспримет информацию, ту, которую он обладал, там, где он оказался. И я взял время перед Господом и сказал, Господь, мне дорог мой сын. Я знаю, я его посвящал с самых детских лет тебе, Господь. И мой сын очень дорог мне. Я его люблю, как и все родители, наверное, любят своих детей. И Господь проговорил в моём сердце, сделай вот таким образом. Я рассказываю, каким образом. Я позвал его в свою комнату. И он чувствовал после того, что он совершил, он чувствовал, что где-то, наверное, у меня какая-то к нему отверженность появилась. Отверженность. И он ходил такой, он понимал всё это, он сильно нас любит. Он не хотел огорчить родителей. Он боялся это сказать, там, некоторые свои переживания, он боялся их сказать. И он думал, что он будет отвержен. После того, как я узнаю, и мама узнает его. Это как всякие молодые люди, это страх такой. И я его позвал в свою комнату и сказал, знаешь что, давай мы... Я с ним немножко побеседовал. И потом я говорю, давай мы сейчас с тобой помолимся. Он подошёл ко мне, я его обнял. Он обнял меня. И он рыдал. И я вместе с ним. Мы рыдали, как маленькие дети. И я заметил, что вот здесь, вот в этот момент, что-то произошло, что-то случилось. Вот, вот здесь вот. Вот именно там. Вот здесь произошло тот момент, когда я, как отец, не отверг его и не сказал, ага, вот оно что. А почему ты понёс на него, понимаешь? Я принял и сказал, я его обнял. И он меня так обнимал, что я... Я чуть ли кости мои не трещали. От того, что я его как бы принял. И он говорил, папа, аллилуйя. Это было просто переживание такое. Он после открывает глаза свои и говорит, спасибо, типа знаешь. И я вот заметил, какой это был важный момент, когда я просто принял ребёнка, на всё, как отец, закрыл глаза. Я сказал, Господь тебя простил. Я помолился, сказал, Господь, ты его прощаешь за всё, что он сделал. Я его прощаю, я его принимаю. И мы сильно обнялись. И я понял, вот здесь произошёл тот переломный момент, когда бы он сказал или да, или нет Господу. И ушёл бы, может быть, или он принял моё приятие и Господа. И он сказал, всё, с этого момента. Я знаю, что это благословеннейший Божий, которого Господь будет использовать для славы и употреблять для славы Божьей, потому что они посвящены Господу. Алекс, вот эта вот работа с молодёжью нашей славянской, именно вот то, что рассказал мне, это... Хотелось бы, чтобы все семьи, все отцы это поступали. Слышишь, молодёжь, и не всегда так, и не всегда так поступают в дом родителей. И в конечном итоге приходит поражение. Из-за того, что не было выделено время, особо ребёнка, особенно молодёжи, которые молодые, чтобы отец как стал на место защитника. Вместо прокурора, вместо защитника. Знаете, понимаете, такое... То же самое, что Господь нам являет в жизни нашей, только мы это порой не видим, недооцениваем. А дети наши это очень чувствуют хорошо. Так что, слава Богу, очень рад. Володь, так, смотри, это очень важный момент. Друзья, я хотел бы вам сказать, это очень важный момент. Вот я думаю, что вот здесь как раз происходит во многих семьях переломный момент. Или ребёнок чувствует приятие после того, как ребёнок, может быть, надел очень много. Может, ушёл от Господа, может быть, стал там, я не знаю, то ли в наркомане ударился, то ли ещё куда-то девушка ударилась, там, в какие-то нехорошие вещи. Где-то было, может быть, упущение родителей. Как мой сын мне говорит, я говорю, слушай, ну, ты такой, как бы, ну, так поступил. Что послужило тебе? Это же не было причиной. Мы же тебя, мы же всегда были хорошим примером для тебя. Он говорит, папа, это не касается вас. Вы у меня всегда были очень хорошие родители. Да, да, слава Богу. Просто, папа, в школе ужасно что делается. Школа это, говорят, ад какой-то. И мне жалко детей, которые там учатся. Просто что там, и ты, говорят, как бы по неволе иногда можешь попасть в какие-то ситуации. Поэтому, друзья, не всё, может быть, порой от детей зависит. Но мы должны понять, что мы их судьи, мы, как ты сказал, судьи, их прокуроры, мы должны их принять, друзья. Как бы они ни поступили. В роли защитника. В роли защитника. И мы, друзья, решаем их судьбу. Или он останется с нами и будет любить нас продолжать. Или он уйдёт навсегда и скажет, мне такие родители не нужны. То есть, друзья, это за нами выбор и это наша задача с вами. Да, и аминь. Аминь. Ну, это такое небольшое отступление. Мы говорим о том, что, друзья, когда мы хотим видеть большие результаты нашей жизни, они все начинаются с маленьких. Они начинаются с твоей семьи. Они начинаются с твоих детей. Они начинаются с отношений в семье между мужем и женой. Между родителями, между детьми. Большие вещи, они начинаются. Мы сегодня говорим с тобой о Корее. Так, все большие вещи, которые мы сегодня наблюдаем, это всё начиналось с маленьких вещей. Мы читали, ты читал, не знаю, начал читать книгу, я имею книгу пастора, церковь... Сунгрио. Да, нет, церковь созижненная или... Церковь, обращенная молитвой или... Типа, да, вот как бы... Как? Взращенная молитвой. А, церковь, обращенная молитвой. Вот, да. Вот, это правильно. Один из наших сотрудников тоже с нами был. Церковь, обращенная молитвой. Так он там описывает эти все мои маленькие детали, через что они проходили. И в конечном итоге, вот сейчас о результате, который мы видим. Алекс, одно подтверждение этому. Знаешь, нам говорили, нам рассказывали, как там церковь была построена на том месте, где был пустырь. Пустырь. Там ничего не было. Даже не было дороги к церкви. Давай мы посмотрим. Есть такие у нас кадры, да? Если оператор, ну, выведет этот кадр, церковь, здание... Пустырь получает слово от Господа. Построить церковь на пустом месте. В стороне от всей цивилизации. И в этот момент зарождается нечто, как ты сказал о вашем сыне, нечто особое у Господа. Этого пока не видно, но оно зародилось. Дорогие друзья, это впечатляюще очень. Сейчас на том месте находится церковь, которая имеет очень... На пять тысяч человек место. Напротив церкви восьмиэтажная воскресная школа. Дети-дети обучаются. И это чудо Господне. Сейчас церковь находится в центре этого четырехмиллионного города. Это в том месте, где был пустырь. Но это было через Господа. Господом, знаете, положено. И так, друзья, послушайте Господа, и Господь усмотрел это. Да, к сожалению, мы не можем показать. Но нет проблем. Мы другие моменты вам, друзья, обязательно покажем. Смотрите. Володь, я хотел, знаешь, в какой момент затронуть? Когда мы говорим о наших современных бизнесменах, скажем, русских бизнесменах, славянских бизнесменах, то где-то какой-то успех появляется у человека. И человек уже плечи расправляет. Уже чуть ли не человек, которому все должны служить. Если у него есть финанс, там уже. К сожалению, так. Да, ему уже должны служить. Где-то что-то ему сделать, какие-то, может быть, такие делишки. Это уже есть такое слово в мире, или многие употребляют, типа, это западло, или еще. Или это, типа, унизительно для меня, там, кому-то сумку поднести, поддержать. Где-то там человека, человека где-то, может быть, встретить, там, провести его. Это для него уже что-то такое, как бы, ну, там, пускай кто-то делает. Мы с тобой были свидетелями нескольких пресс-фитеров и диаконов. Как они могут служить? У нас пресс-фитер в нашем понятии славянском, это проповедник, который сидит там наверху, около кафедры, там, да, и вот ожидает момента, когда бы вырваться и начинать проповедовать, или ожидает своей очереди, чтобы стать проповедником. Также диаконы сидят, ожидает очереди, обязательно проповедовать около кафедры, из-за кафедры. Вот. А в том случае, мы говорим о пресс-фитерах, пожилые мужи, да, которые уже по 50 лет в служении, мы таких встречали, там есть диакон Ли был, и еще один там пресс-фитер, так это люди смиренные. Смиренные, да, очень. Да, смиренные, которые бегают за тобой и говорят, вплоть до того, чем могу послужить, чем я могу послужить, он хватает твою сумку, он грузит эти чемоданы. И это 72 года диакона, вот. Вот твое впечатление, мне интересно было, что ты вот, когда видел вот эти все картины, что в твоем сердце было? Александр, начиная говорить от нашего славянского понимания, да, эти вещи, некоторые для меня просто были необъяснимы. Я видел этих служителей, видел этих диаконов и пастырей, пресс-фитеров, да, и понимал, что эти люди, они до глубины осознали, как велик Господь, и как чудно его присутствие, когда он делает это, знаете, с большим таким, ну, видно, что в руках он держит, как тот чемодан, не для тебя, а для Господа. Понимаешь, он готов это пройти, знаешь, и ты говоришь, я понесу, он говорит, нет, вы здесь в гостях, мы вам, все. И вот эти вот диакона, вот эти вот пресс-фитера, ихний левел, когда они спускаются, знаете, на твой уровень, и даже, знаете, на уровень любого человека, и служат, это, если что, как пример Господа. Знаете, я видел, когда-то Господь Иисус Христос, я помню, когда Он склоняется перед учениками и служит им. Вот недавно об этой теме проповеды говорили в церкви нашей, то вот именно вот таким вот присутствием Божьим это все делается. И я был потрясен, как мы видели этого диакона, который привел в церковь 200 душ спасенных. Дорогие друзья, это было очень впечатляюще. Человек привел в церковь 200 душ с мира, эти души находятся в членах церкви, и тот человек не посчитал себе унижением вечером взять в руки плакат миссионерский и стать перед церковью, ища Божьего благословения на трубке миссионерской вне страны еще. Да, да, да. Что, там не было молодежи, Александр? Да. Там не было, там же были 5000 человек, там было кому-то плакат держать. Но Он, если бы не посчитал это, знаете, чем-то унизительным. Он это сделал во имя Господа с верой, что Господний свет пойдет и на то место. Да, я думаю, мы сейчас покажем. Помнишь, Он пригласил нас к себе в дом? Да, да, да. На 63 этаж. Вот тебе даже у него. Да, да, да. На 63 этаж Он нас пригласил к себе. Вот мы зашли и созерцали красоту. Аллилуйя. Вот этого вида с его окна. Вот, кстати, друзья, вы сейчас видите вид, так, так. Мы видим вид, да, вид с его окна. Да, вот мы наблюдаем вид с его окна именно на город Бусан. Потрясающие многоэтажные здания с видом на, как он там, Тихий океан, да? Да, Тихий океан. Да, Тихий океан. Да, это с 63 этажа, с его квартиры мы наблюдаем этот вид. Так, для чего он там поселился, объясни. Александр? Да, он является хорошим бизнесменом, мощным. Да, он доктор, и имеет свой, как я понял, имеет свой офис докторский. Друзья, он привел к Господу не просто людей, как мы считаем, знаете, как простых людей, а к ним пришли люди, которые живут в этом 75-этажном здании, где квартира стоит от одного до двух миллионов долларов. Нет. Самые дорогие пять миллионов. Пять миллионов, да? И вот, друзья, вот таких людей этот человек привел к Господу. Представьте себе, что вам дана честь благовествовать сильным миром всего. Этот человек я свою квартиру привел, и Алекс, что он сказал? Мое время уже двигаться дальше. Да, да, да. В другой дом, где еще Господа не знают. Да. Да, удивительный человек. Потом мы, значит, после того, как мы побыли у него в доме, вечером мы оказываемся в церкви опять, и он такой оделся, и там с этим, с плакатом, там. С пенсионерским плакатом. Простой человек. Простой человек. Абсолютно простой человек. После того, как мы узнали, что он привел к Господу 200 душ спасенных, да еще и живет в таком доме. Я сказал, Господи, разве нет другому человеку, чтобы этот плакат держать? Да. Но, тем не менее, он никому не отдавал его. Да, да, да. Володь, так эта квартира не просто купленная, эта квартира выплаченная, миллион сто. Это не просто купил квартиру в крутом месте. Нет, она выплаченная. Вот, и смиренный человек стоит с этим плакатом и говорит, я хочу Господу служить, я хочу еще миссионером быть, да. Мы видели чудесное посвящение 5000 человек, да, на служение, то есть на миссионерскую работу. Они сейчас поставили цель, чтобы 5000 человек отправить для проповеди в Англии. Это только одна церковь. Хочу, друзья, заметить, что при всем этом в церкви есть индивидуалы, которые не ставят этой задачи церкви идти благовествовать, а сами идут. Пример, это женщина, которая подошла к нам и сказала, что у меня служение one-to-one ministry, служение один на один. Да, да, да. И она нам не хвасталась, но потом мы сказали пастыря и служителя, что она уже благовествовала больше, чем одному миллиону человек один на один. Да, ну представляешь. Я, Алекс, этим живу, вдохновляюсь. Так ты выражение лица ее помнишь? Помню, Алекс. Что я сказал вам? Сказал, друзья, у нее такая вера, у нее такое посвящение, я ей даю душу живую, она ему к Господу приведет. Да, да. Это выражение, я вот наблюдал за ней, это выражение счастья, это выражение любви, это выражение удовлетворенности в Господе, это удовлетворение всем, чем она занимается, все, что она делает для Царствия Божьего, а ей, кстати, уже много лет. Да, да. Да, она уже лет под 70. Она более 35 лет, по-моему, служит. Вот, и это все, вот выражение лица, это свидетельство обо всем полностью. Ты можешь по ее лицу прочитать абсолютно все. Дай ей возможность говорить, она тебе будет часами говорить о Господе. Она книгу написала, проповедь один на один, да, по-моему, что-то так книга называется. Она имеет книгу, такое пособие на благовестие один на один. Да. One to one ministry. Да. Я, дорогие друзья, уже как приехали, неделя прошла, чуть больше. Друзья, просто выражением лица этой христианки, которой Господь выражает свое, Господь через нее заявляет, я люблю тебя и хочу твое спасение, и очень хочу. Да. И у тебя другого шанса нет, у тебя ты должен бежать к Господу. Друзья, это, почему мы приводим такие примеры? Друзья, это очень важно. Друзья, смотрите, не у всех есть такая возможность, ну, скажем, как телеканал «Импакт», как у меня вот сегодня, я благодарен Господу за эту возможность, да, что мы можем сразу тысячи, миллионы людей накрывать со спутников, через кабельные сети, через всякие мобильные устройства, через все мы можем накрывать много-много миллионов людей и проповедать, нести Божье слово. Это Господь нас сюда поставил. Мы это делаем, да. Но если у вас нету таких возможностей, нету радио, нету возможности писать, слушайте, друзья, у нас нету извинений, лицом к лицу, беседовать, находить человека. Может быть, знаешь, Владимир, мы сейчас с тобой говорили, как важно выработать чувствование в себе. Чувствования такие, что тебе нужно слышать голос Божий. Аминь. Мы говорили о том, чтобы ты научился слышать голос Божий, чтобы Господь говорил, что повелишь, ты говоришь Господу, что повелишь мне делать. Вот, когда ты говоришь, что повелишь мне делать, пускай, друзья, это не будут что-то сверхъестественное, такие большие вещи. А Господь говорит тебе, слушай, как мы говорили в начале программы, может, тебе нужно поговорить со своим соседом, может быть, в церкви ты видишь какого-то ослабевшего человека, а в тебе есть потенциал, в тебе есть жизнь от Господа, в тебе Дух Святой совершает определенную работу, ты необычный сегодня, да, что-то Господь делает в твоей жизни, и ты несешь эту жизнь в себе. Неси ее, найди человека, возьми вот это все, что Господь, чем наполнил тебя, вот это желание, вот это вот, вот это все вдохновение, которое вкладывает в тебя Господь, вот это, вот это, что-то можно, это все, вот этот весь концентрат, который Господь дает тебе от Духа Святого, возьми, выплесни его на жизнь человека, пускай она меняется. Вместо того, чтобы, знаешь, мы порой собираемся в наших домах и начинаем там промывать кости, сплетничать друг на друга, вспоминать одного, другого, третьего, десятого, а ты встань и скажи, слушайте, ребята, хватит этим заниматься, давайте мы хорошо помолимся или горячо помолимся. Может быть, ты сегодня уже стоишь какой-то, может быть, в кругу этих людей стоишь какой-то, может быть, немножко белой вороны, ну делай это, потому что это Господу очень нравится. Вот, мы говорим сегодня с тобой за Корею, все это вокруг Кореи. Друзья, мы впечатлены просто из-за того, потому что Господь, я думаю, что Господь вот этот пример сегодня держит, корейский феномен, да, для многих, когда туда все поедут, посмотрят, многие поедут, приезжают такие, аллилуйя, что же делать, чем будем заниматься, давай будем молиться, потом месяц проходит и все. Друзья, этого не должно происходить в нашей жизни, пускай у тебя будет твой феномен перед Господом, пускай, пусть Господь зажжет тебя так, чтобы ты стал феноменом для всех, и все смотрели на тебя и говорили, вот это пример для подражания. Я хочу вылезать в такой момент, Александр, когда мы спросили у них, у корейцев, а что вы видели у нас в наших церквях в Америке? Что вы заметили? Почему мы тоже желаем иметь такие церкви, где народ кается? Друзья, к тому, что у них в церковь приходит около 7 тысяч человек в год, но покаянных. Хотелось бы этого видеть. И вот был вопрос для них, братья-корейцы, что вы видите в нас? Чего можно исправить в славянском обществе? Друзья, люди сказали нам одну такую интересную фразу. Для вас славян процесс важнее результата. И порой мы под вот это вот наше понимание ставим все и всех вокруг нас. И это является большим препятствием для наших, в первых, для наших семей, для нашей молодежи, для церквей и вообще нашего благовестия, как мы хотели бы, чтобы оно рассталось. Друзья, давайте, чтобы славянский процесс не был важнее результата. Да, да, да. Смотри, я, кстати, прочитая книгу эту, я заметил пастор, ты знаешь, какие мысли выражает? Да, вот представь себе, ты говоришь сейчас за процесс. Да, мы ищем, да, Господь, дай нам, мы молимся, да, Господь, дай нам большие церкви, Боже, дай нам спасенных людей, Боже, спаси, Боже, Боже. И каждый пастор, каждый пастор мечтает, чтобы у него было много людей, тысячи людей в церкви, десятки тысяч. И каждый себя видит в этой роли, понимаешь? И все, и вроде бы хорошее желание спасать людей для Господа. Но он задает вопрос, а Господь тебе даст, если ты справишься с этим? Хороший вопрос. Да, ты с этим справишься, и если у тебя такой будет результат, а может быть он тебе пойдет на вред, и поэтому Господь не дает тебе этих возможностей, поэтому тебе Господь и не дает столько людей, потому что человек может быть неподготовленный, и Господь четко проверяет мотивы сердца. Для чего тебе тысячи людей? Для чего тебе десятки тысяч людей? Я именно так это вижу, Александр. Не только в служении, но и в любом деле. Будь то в бизнесе, знаете, многие мечтают из нас иметь столько-то финансов, столько-то возможностей, но только Господь знает. И Господь дает столько, столько мы готовы взять. Я верю, что если мы поднимаем свой уровень, то Господь поднимает и возможности. Но если я не готов понести, то я и не смогу понести. Поэтому очень важно, чтобы приготовить себя и быть готовым именно, чтобы Господь мог употребить тебя. Господь не может даст тебе эту ношу или мне, если я не смогу понести, это будет, знаете, неправильно. Поэтому, дорогие друзья, чтобы понести какую-то духовную пользу, какие-то пробуждения провести, что-то такого, то это нужно, во-первых, искать Господа в самом себе, а не такой крауд-феноменом. Знаешь, вот у нас в церквях я замечаю, что народ больше склонен писать записку и ждать ответа, чем самому стать той запиской и идти прямо к Господу. Вот о чем я хочу сказать. Напрямую получать от Господа. Да, мы ищем забавных певцов для себя. Мы ищем людей, которые бы щелкнули пальцем или сказали «во имя Иисуса Христа, и у тебя все решилось», понимаешь? Или сказали «будь благословен, и у тебя финансов оказалось». А для этого никаких усилий не прилагать, да, понимаешь? Вот, поэтому так не получается, у Господа так не работает. Господь заинтересован непосредственно в твоем сердце. Я с одним человеком недавно разговаривал, и этот человек мне поделился своими мыслями, говорит, «если бы я раньше получил ту позицию, в которой я стремилась все это время, и тесты сдавала, и там все усилия прилагала для того, чтобы оказаться выше позиции на работе, то я представляю, что было бы, говорит. Это было бы... И слава Богу, что этого не случилось. Господь говорит, я столько прошла, прежде чем процесс этот, ну, там, чтобы у нее что-то получилось. Я заметил, что в первую очередь Господь над моим сердцем работает. Аминь. А я рвалась, говорит, к такой позиции. Я думаю, хорошо, что я не оказался там, потому что Господь очень много сделал в моей жизни, в моем сердце, в моем разуме, поменял некоторые направления. И так во всем. Так и в служении, так во всем. Так и с детьми. Так Господь очень много делает. Мы с тобой, знаешь, еще чему стали свидетелями в Корее? У них развиты такие вот молитвенные горы. Да. Вот помнишь, мы оказались на одной горе молитвенной, и нашему удивлению не было конца. По крайней мере, моему, не знаю, как вашему. И я разделяю. Да. Это было удивительно. Просто, что в это время там молитвенные горы, но мы не то, что представим дикую гору такую, и там люди ходят по ней, там что-то кричат, вопьют. Кстати, было, при начале так и было, что это было просто дикие горы, без ничего, туда выезжали люди, молились. То есть, ты вспоминаешь такое время, они нам рассказывали, что было время, это же буддийская страна. Да, да. Вот. И когда они выезжали туда, на эти горы, туда, и молились там, то буддисты, они сильно были возмущены, что христиане, выезжая в горы, вопль поднимали перед госом, потому что они жаждали, чтобы Господь спас Корею. Аминь. Спасал Корею. И там, говорят, стоял не дикий вопль, но вопль серьезный. Господу, Боже, спаси Корею, Боже, спаси Корею, Боже, спаси людей. И они даже где-то в правительство обращали, чтобы позапрещали, повыгоняли их оттуда. Но сейчас оно все оккультивировалось, и вот мы можем, пожалуйста, включить, и мы сейчас посмотрим, что происходит на молитвенных горах. То, что мы сейчас видели на 5000 человек. Смотри, и кто это был? Это были наши братья-баптисты. И если там поставить другой ролик, если сейчас поставит оператор, то мы увидим, знаешь, что? Мы увидим этих людей, как они молятся. Это потрясающе. Я сначала подумал, что мы попали куда-то в харизматическую среду, где братья вопьют Господь. Алексей, я поправлю тебя, что там было собрано 5000 молодежи. Молодежи, молодежи. Молодежи, они так ревностно искали Господа, что мы так и решили с тобой, что это, знаете, это наши братья-баптисты, так ревную, так горячо. Видно, друзья, что в Корее прошла такая очень сильная духовная борьба. Народ пережил это. И народ этим увидит руку Божию, и этим подкрепляясь, двигаться вперед. Мне нравится то, что они не останавливаются. Да, вот сейчас мы наблюдаем, друзья, там, значит, есть общий зал, общий зал, где мы сейчас вот видели, общий зал, вы можете пойти молиться там. Но если вы хотите уединиться, вот, пожалуйста, вот эти кабинки, да, вы хотите уединиться перед Господом, к примеру, да, и вот в этой кабинке закрываетесь, и несколько минут или часов можете на день закрыться, и там искать Господа, пока вы не выйдете каким-то обновленным человеком. Вот, вот эти кабинки, каждая кабинка, там буквально ничего нету, матрасик небольшой такой, и все, и там вы можете склонить колени, молиться, взять водичку с собой, вот, такой ковер там лежит, вот, и их много очень. И можете искать Господа, пока не найдете вы Господа, да, потом вы можете прийти опять в зал и прославлять Господа. Да, и вот эти ребята, вот это, то, что мы видели сейчас, это 5000 молодежи съехалось туда, ревностные ищут Господа, жажут Господа, многие из них говорят на языках, молятся, крещеный дух, мы с ними молились, чувствовали, слышали. Крещеный дух, говорят на языках, это баптисты. А также, знаешь, что нам сказали? Это уже, когда мы в частной беседе беседовали с нашим переводчиком, вот феномен, тоже феномен, феномен, что славянский феномен уже, или феномен, или феномен, как феномен, славянский. Говорят, что только у славян и у русских такая разрозненность между баптистами и пейсядниками и другими. Да, слышали. Только, только среди наших славян, вот такая, как бы такой клин вбитый. А там, там такого нет, там пейсядники, протестанты, пейсядники, баптисты, пресвятеряне, там просто дети Божьи. Аминь. Вот, молятся, ты понимаешь, что ты должен на языках молиться? Молись, ищи Господа, пускай Господь... Аминь. Именно так. Так и происходит. Поэтому, удивительная страна, поэтому Господь так расширяет, поэтому так Господь расширяет эти возможности. Вот, я уверен, что Господь, потому что люди молятся и ищут Господа, Господь вот эти вот раздвигает в мозгах, да, раздвигает эти все преграды, барьеры, вот, и они начинают вмещать друг друга. Да. Как я, как я об этом мечтаю, как я жажду, чтобы это в городе Сакраменто случилось, между церквями, между пастырями, чтобы не строились эти барьеры. Слава Господу, что эти барьеры сверху не видно, Господа, абсолютно. Но среди людей они существуют, эти барьеры, заборы, писядники, я Христов, я Павлов, я Степанов, я там еще че-то, я там Викторов, я свет Евангелия, я там еще какой-то, я там Вифания, я там свет миру. Понимаешь, вот эти вот, и вот это, вот это, вот эти клинья вбитые, не чтобы сказать, мы дети Божьи, Господь нас принял. Давайте примем друг друга, примем в наши сердца, вот откроем свои сердца друг для друга. И Бог, я уверен, совершит так много, так много, если мы вот это вот все поменяем, вырубим с корнем все эти разделения между собой и дадим Господу действовать. Я лично в своей Библии читаю, Александр, там Господь уходя дал великое поручение идти и научать народы. Кстати, в моей Библии тоже так написано. Там не научен настроить баррикады и препятствия и то. И опять же, идем обратно, к тому же, наверное, важнее всего сделать результат. Благовестие и спасение важнее процесса. Кто мы, откуда мы, какого мы понимаем. Да, да, это правда. Поэтому, здорово. Пускай Господь вас благословит, друзья, для того, чтобы нам не строить барьеры, но делать это от души, как для Господа, делать работу, благословлять людей, благословлять мир. Александр, это Корея, как мы видели ее, она так невозможна быть в таком статусе, в таком положении, не будет единства среди христиан. Да. Знаете, куда мы ездили, эти предприятия, компания, это Oil Refinery, кто там был? Да, нефтяной завод. Кто там был во главе? Во главе наш пресс-фитер. Едем в другую компанию, Hyundai. Кто там? Служители наши, наши братья. Их очень уважают, ими ценят, им подражают. И приходят в церковь люди с особого статуса. Да. Когда они пережили Господне присутствие через других христиан, они увидели, как благ Господь. Знаете, я думаю, что они, многие из них, наверное, в конце просто бегут церковь. Да. Где же это же Господь? Знаете, телефоны эти, Самсунги, да, у них есть, потом еще какой у них, LG телефоны. Это все наши братья христиане создают, имеют свои заводы. Они благословляют весь мир, влияние через них расходится. Он же не только служит для того, чтобы там, извините, друзья, смотреть всякую ерунду. Он служит, они в первую очередь выпускают для того, чтобы оно было благословением для нас. Вот смотрите, создали, создали вот этот, телефон, да. Вот. И мне нравится, что в этом телефоне я могу нажать кнопочку. Вот где она у нас сейчас? Сейчас загружается. Нажать кнопку. Нажать еще одну кнопку. И вот, пожалуйста, я через эти средства могу быть в вашем доме. Поэтому здорово. Мы в прямом эфире, а он сегодня служит благословением. Да. И все это эти братья создают телевизоры также большие, красивые, с хорошими резолюциями. Это наши братья-христиане выпускают. Только они не выпускали для того, чтобы мы смотрели, извините, меня всякую ерунду или грязь в наших домах вносили. Это для того, чтобы благословением не служили вашим домам, чтобы проповедь Ивануле звучала. Поэтому здорово. Здорово. Вот так Господь всесторонне развивает страну. Понимаешь, мы думаем, если Господь благословляет, это значит только с духовной стороны, там как-то Господь вот на нас, все, только духовную сторону нашу. А духовная сторона, извините, то есть наша жизнь состоит из всяких моментов. Правильно. это материальная, это физическая часть, это все-все. И Господь, смотришь на эту Корею, Господь ее всесторонне благословляет и расширяет во всем процветанием, понимаешь? Причем, не имея ни единого природного ресурса. Да, вот именно. Они вымолили Господа. И этим и продолжают жить. Они понимают, что они зависимы от Господа. Вот в этой некоторой вещь, которая утеряна нашими славянами, проживая благосостояние. Да. Что теряется Божье присутствие. Как хочется, Господь, дай мне, Господь, держи меня, Господь, в руке своей. Если нужно, Господи, принуждай меня, но хочется быть Божьим присутствием. Да, да. Павел, если нам сейчас покажешь ролик брата корейца, диакона Ли, который благословлял нас, когда мы уезжали, уже отправлялись, удивительный человек, пастор его просто попросил, говорит, дьякон Ли, принят братья из Америки, благослови их, по-особому благослови. И он так постарался, чтобы так благословить наше присутствие там. И потом он в конце, когда мы уже в аэропорту стояли, да, включай, включай. И он просто выражал свое впечатление, Гаврил, вот такие слова, послушайте, друзья. приехали, Я очень хочу, чтобы общаться непосредственно с вами, но у меня короткий язык всего. Это жаль. но у меня другая и сердца мы уже стали друзьями, родными. Я думаю, что это не последний раз наше встречи и общение, а еще мы увидимся. Не знаю, Тогда я буду усердно буду судить вас. Я желаю, чтобы вы ваше полет было очень спокойно, удобно. И 마지막 у нас есть один такой просьб, да, если у меня один просьб. то вы можете что вы здесь ваша поездка или ваша телевизионная канала запустить, когда мы сможем смотреть, это видеть, читать, тогда нам это было бы известно. А вот это негативно. И еще хорошего аппалиота. Спасибо. Ты можешь перевести посетение? Да. Ну вот, что мы получили, когда мы приехали сюда. Это было намного больше того, чего мы ожидали. Мы ждали. Мы ждали. Мы ждали, когда мы ждали, что мы ждали. Писание говорит гостеприимство не забывайте. Странолюбие любите. Это было намного больше, чем просто гостеприимство. Это было проявлено любовь Божья. И это очень тронуло наши сердца. Мы ждали, что нас хорошо примет. Мы ждали, что нас хорошо примет. И я ждали, что когда я есть, меня хорошо принимают. Я куда-то еду, что я, где-то я беру. Но прием в Кореи вашими братьями... Я такого не переживал. Поэтому мы сердечно благодарны, и будем молиться, чтобы наши отношения угроблялись. Мы очень много взяли для нас, и служение церкви, и поэтому мы любим вас, и мы одна церковь, и у нас один господин, и у нас один господин, и Христиан. Да, друзья, вот такая была встреча, вот такой пастор, то есть не пастор, это диакон, который так послужил. Хочу сказать, он меня каждый вечер обнимал, когда нас застрял, вечер обнимал, и мне, когда он уходил, мне казалось, что я его не так сильно обнял, как он меня, хотя он человек уже в годах, но он с таким любовью, с такой близостью, с такой радостью служил. Слава Господу, такой пример. Да. За меня осталось такое. Говорит, я так думаю, что я не очень вам послужил, но ничего, в следующий раз я вам постараюсь. А ты помнишь, какой был прием? На самом деле, этот человек был от самого первого дня до последнего, он был с нами везде, все там. То есть он, смотри, как было важно для меня, он старался, хоть он сам уже старший человек, вот старался исполнить все, что пастор его попросил в точности. И мы были удивлены, как он служил, а он еще говорит, я не так послужил, я так думаю, так как они тогда представляют себе служение. Вот. Это был, ну, благословенный человек, есть чему поучиться от этих людей, старших людей. Я просто благословляю этих братьев, мы благословляем этих братьев, пусть Бог благословит, расширяет их возможности, еще и эти все желания, чтобы они были исполнены. Владимир, огромное спасибо тебе за твое участие, вот, у нас эфир подходит к концу, вот, пожалуйста, к телезритму, у тебя есть 20 минут, 20 секунд, пожалуйста. Во-первых, спасибо, что я вам, Александр, за возможность быть на ТВИМПАКТ. Друзья, давайте будем искать Господа, лично один на один, в самое дорогое время дня, которое у вас есть. Отдайте Господу, а Господь усмотрит все и во всем. Будьте благословенны. Да, спасибо. Друзья, вот, пускай этот корейский феномен не будет просто корейским, пускай он будет вашим феноменом. Будьте для Господа открыты, для Его славы, чтобы Бог прославился в вашей жизни, в вашей семье, в ваших детях. Будьте благословенны. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!